Рост промышленного производства в России за месяц замедлился в 5 раз. Об этом сообщили в Росстате. Если в апреле показатель был около 5%, то в мае он не составил и 1%. Связывают это с длинными майскими выходными. Рубли можно оставить за границей. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который отменит требование переводить рублевую выручку на российские счета. Сейчас это можно делать только предприятиям, которые оказались под санкциями. Центробанк предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным. Сейчас кредиторы, даже отобрав квартиру, требуют погашения остатка долга. Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку. После возбуждения уголовного дела о невыплате зарплат деньги нашлись. Верховный суд отдал застройщику национальный парк Лосиный остров в Москве. Минприроды проиграла спор с компанией ТТК Абрамцева. 16 гектаров леса признаны не особо охраняемой зоной. Там будет построен туристическо-торговый центр. 20 российских землевладельцев распоряжаются почти 8 миллионами гектаров угодий. Список хозяев земли русской опубликовал Forbes. На первом месте семейная фирма «Агрокомплекс Ткачёва». У неё почти 650 тысяч гектаров, стоимость около 70 миллиардов рублей. Второе место занял агрохолдинг «Степь» Евтушенкова. Трамп объявил о начале предвыборной кампании и сменил исполняющего обязанности министра обороны. Пентагон возглавит министр сухопутных сил США Марк Эспер. Китай на фоне событий на Ближнем Востоке посоветовал Вашингтону не открывать ящик Пандоры. В мире появился третий человек с капиталом в 100 миллиардов долларов. Им стал владелец Луи Виттон Бернар Арно. Два других – это Билл Гейтс и основатель Амазон Джефф Безос. Роскомнадзор рассказал, как будет отключать Рунет в случае необходимости. Согласно разработанным правилам, операторы по требованию должны будут обеспечить обмен данными без их выхода за пределы страны. Исключение коснется Калининградской области. Российский авторынок падает втрое быстрее, чем показывает официальная статистика. Об этом пишет Коммерсант. По данным газеты, в мае продажи машин снизились на 18% вместо заявленных 6,5%. Статистику завышают дилеры, у которых от продаж зависит зарплата. Власти Ирландии к 2030 году хотят запретить продажу машин с двигателями внутреннего сгорания. Покупку электромобилей будут стимулировать налоговыми льготами. В России таких автомобилей пока чуть больше 3,5 тысяч. В Госдуму внесен законопроект о лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО. Согласно документу, нарушителю будет грозить штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Сейчас за это штрафуют на 800 рублей.